итак всем добрый день продолжаем научную тематику на канале дмитрия пучкова и в гостях у нас савельев сергей вячеславович сергей вячеславович здравствуйте очень рады вас зазвать к нам к сожалению студии вам предложить свои не смогли дмитрий юрьевич занял его под собственные нужды находимся мы в ресторане полный балет гороховая улица насколько я знаю что в доме в котором мы сейчас находимся происходили какие-то хитрые события и вы обещали рассказать но на гороховое знаменитое место где здесь рядышком может быть отчасти и здесь здесь же была сказать питерская чкар располагалась куда как известно вызывали всяких артистов инженеров генералов они приходили и не выходили так что место такое знаменитое не в балетном смысле но вот но сейчас уже все конечно не так и гороховое общем достаточно приятное место и хорошо знаю и часто здесь бываю здесь можно и поесть и прогуляться и вид хороший ешь по улице и впереди адмиралтейство шпиль торчит опять приятное дело но и малоразрушенная то есть мало новоделов красный мост который посерел но одно и прочее всякие удовольствия которые можно здесь получить но опять же много всяких вывесок разными людей типа известных балерин ваганова уланова захарова и так далее поэтому и кафешка балет называется я попросил бы вас сначала рассказать чем вы занимаетесь и в чем ваш род деятельности состоит в течение всей жизни потому что очень много интервью с вами очень много роликов просто неимоверное количество но нигде ты не услышишь чем же вы занимаетесь ну как я занимаюсь всю жизнь мозга то есть непосредственно с ранней юности то есть 19 лет если быть конкретным я занимаюсь мозгом человека и животных там много аспектов этих делах есть один аспект такой самый примитивный с точки зрения обывателя то есть людей далеких от науки имею ввиду потому что есть профессиональный ученый там другой разговор а есть люди далекие от науки воды чтобы он был понятно но сравнительной анатомии эволюции мозга причем начиная там от достаточно примитивных существ типа без позвоночных но в первую очередь позвоночные и дальше как происходит эволюционные процессы и у меня много если говорить научную сторону то много публикации и по эволюции рыб амфибий рептилий млекопитающих в том числе достаточно большой аспект работы занимает эволюция мозга рептилий архаичных я имею ввиду динозавров в том числе и самых крупных такие как вот аналог тираннозавра рекс это монгольская версия в монголии жили такие же динозавры как в америке модный тираннозавр рекс потом фальшивые фильмы снимают где он носится как угорелый значит ну понимаете это существо даже если откинуть все в раке то тонн 57 тонн весел ну конечно это был такой тихий бродильщика пожирать и тухлятины у него кстати была гигантская обонятельная система очень развитая и он большом расстоянии падать всякую находил и вот такая молотилка с такими зубами такой череп конечно он перемалывал это все для этого и нужны были такие вот такие зубы лишь поймать кого-то убить при такой массе тела не нужны это только у больных на голову голливудских режиссеров такие фантазии возникают ну и конечно никогда таких размеров как показывать не был но скромное достаточно существо хотя и крупное сейчас они там с дурума навешивают на него перья они такие чуперятцы но то есть по ноптикум полнейшие не знают как продать свои в общем-то плохенькие псевдо-палеонтологические поделки вот мозгами этих существа занимать чем довольно разные гадрозаврами и тераподами довольно большая группа потому что эволюция мозга на рептилийном уровне на этих огромных рептилиях но мелкими не интересует она как бы попробовала все варианты конструкции мозга позвоночных и у них достаточно большую того же вот торбозавра бета-арт ну то есть аналог терна завракс у него такой мозг был грамм под 200 вот такого примерно размера так с калошу ну вот и он такой достаточно гармонично устроенный никаких развитых зрительных центров с помощью которых он выслеживал так в этих фильмах такие не значит бровястые как леонид ильич брежнев с такими бровями и глазами так выпущенными завернутыми вперед там уж хищники все не бинокулярное зрение но чтобы стереоскопический эффект был чтобы расстояние определять а у этих значит этого ничего не было глаза были практически латеральные ну диверген на широко расставлены зрительные центры маленькие о значит американские киношесники давай их надувать эти глаза насосом выворачивать вперед ну чтобы как-то придать ему хищнический вид для кино на самом деле ничего нет бородищик помоешник в общем такая гадость что дальше некуда большой за счет того что дохло много ел падаль избыток пищи и огромное расстояние как он мог проходить благодаря размеру потому что еще второе пищевая база должна быть большой падали надо собирать на огромных территориях а как насчет секса это же завлекательное занятие для динозавров тоже ну и поэтому обоняние у него половая обонятельная система гигантская там в мироназальный орган там в пол моего мизинца вот и с его помощью он огромном расстоянии находил самок унюхивал и потому что в огромной территории надо было проходить чтобы всего лишь начать всего перепихнуться но это ужасно конечно я понимаю как они была тяжелая жизнь но вот но это наличие этих нервов которые видны на массе массе окаменелых остатков черепов на янки зефир то есть американские псевдоученые почему он все очень потому что там уж не профессор наш кандидат наук ну то есть на это уровень вот знаете популяризатора науки провинциального такой примерно а у них там кандидатской защищают и уже все уже профессор пищи там все дальше звание по работе вот эти недоучки значит они очень любят пользоваться парадигматическим мышлением и почти религия ну то есть люди верят что так должно быть и вот пока парадигма не сменится в американской науки чушь начинают нести десятки лет это только со сменой поколений одна чушь меняется на другую и устойчиво навсегда то вот они отрицают например наличие умероназального органа у тиранозавра того же там день рф пол пальца толщиной но они много чего не знают в этого в области мозга я как-то купи приведу один пример отвлекаясь купил для студентов когда еще преподавал в московском университете купил учебные пособия мозг человека так увеличенные немножко но в таком специальном магазине учебных пособий в сша приезжай но и не посмотрел там магазине приезжая открываю мама родная а в американских мозгах нет ножек мозга это таких две структуры размером с моей пальцы которые ведут спинному мозгу как они ходят на ногах непонятно потому что у них в учебном пособии ножки мозга отсутствует вот это все говорит о американском преподавании науки то у них парадигма что птицы произошли от динозавров а у птиц в умероназального органа вот этого самого органа полового обоняния который даже у нас есть у них нет а если мы выводим от динозавров то надо что начисто отрицать этот же орган и у динозавров и хотя у рептилий у всех он есть огромного размера и у ящериц и у змеи и у крокодилов и у динозавров у всех все эти нервы есть и этот терминальный много чего другого то есть научная база колоссальна они и наши такие же придурки которые так сказать все что написано по-английски считают словом божьим дураков у нас хватает как известно это тоже придерживаться точки нет вот и значит и динозавр и бедный этот терминозавр и залез на ветку и полетел ну вот примерно такой уровень рассуждений хотя конечно большинка это маленькие были прочее прочая химия то есть вот мозги когда ими занимаешься в разных группах животных они позволяют решать вот такие принципиальные проблемы эволюции мозга как происходит реконструкция мозга то есть вот даже если мы берем какую-нибудь особь там вот нашли где-нибудь в монголии вот некого динозавра как реконструируется мозг и откуда делаются выводы о том же какие области у него были каких не было объяснять значит есть два на сегодняшний день основных способов один передовой значит втюхивательно грантовый то есть в том смысле что так хорошо очень быстро можно чего наделать содержательная часть близка к нулю и даже один из американских палеонтологов создал специальную фирму по производству реконструкции то есть он берет череп и дальше значит со всеми эти танцами ужинками прыжками о том что не и не разрушающий метод очень важный не точный кладут в томограф сканируют череп и потом дальше делают реконструкцию ну или рисованы рисованы в основном но только по внешней поверхности томограф то позволяет нарезать мозги рентгеновские способом и в изнутреннюю часть реконструируют и на основании этого лепят всякие значит свои теории но это очень плохо потому что современные томографы особенно которые работают на таких объемах и на камне они разрешение дают очень низкая там 150 200 микрон то есть этого явно недостаточно что просмотреть скульптуру нервов детали строения поверхность естественно мозг не сохраняется размер нервов примерно но есть сам да но ей есть нервы которые там полмели полу полмиллиметра это на грани фола к тому что там нельзя отличить сосуды от нервов большинстве случаев которые идут сосудиться нервным пучком ну там много всяких тонкостей но самое главное что детали плохо видать но вот на это один такой американский подход там засунул череп через два часа сканировал через три часа реконструкция через два дня статья то есть но вот но это грантополучатели такие то что они там городят эти инженеры по поводу эволюции даже обсуждать не буду то есть как бы сказать интеллектуальном плане наукой не пахнет вообще никак оставим за него то есть второй способ то есть я тоже пользуюсь томографии тоже но это вспомогательный метод скажем не самый точный а по точнее это когда ты берешь там препарируешь очень тщательно этот череп желательно вы выбираешь изнутри черепа там если есть сохранилась полость фасилизирована породу и потом делаешь или слепок или тоже скан можно сделать для начала потом слепок делаешь там специальными эластическими резинами потом вытаскиваешь оттуда анализируешь поверхности плюс у тебя есть возможность захода эндоскопическим приборами эндоскопами честь все нервы через все дырки там окцепитальные отверстия отсюда оттуда то есть есть третий вариант когда порода заполнила мозг очень плотно а потом череп разрушился у меня был такой случай я восстанавливал единственную известную птицу который около 90 миллионов лет церебавис ну вот который от которой остался только слепок мозга скелета вообще ничего не просто вот порода заполнила череп а все остальное разрушилось вот этот слепок остался по нему восстанавливал но вот это большая сложная работа ушло на нее пять лет и в данном случае можно восстановить очень много подробностей конечно не могу рассказать какой ты птички там какие сказки и бабушка рассказывала по этому слепку но более-менее представить что из себя представляла это существо и насколько она скажем так было похоже на птицу можно вот сразу вопрос то есть остался у нас череп то есть никаких остатков ткани внутри черепа естественно нет у нас грубо говоря есть какая-то полость и мы видим внутреннюю форму этой полости кроме этого не забудьте отверстия всевозможные десятка черепно-мозговых нервов ну правда в институтах изучают 12 пар вообще 15 то есть это мы говорим о каких-то соответствующих физиологических отверстиях которые как бы подходили сосудов для нервов и там масса всего вот и теперь самый это такой ключевой вопрос что хорошо ты можешь восстановить внешнюю поверхность и отверстия а то как он был выстроен внутри сожалению все мозги позвоночных выстроены одинаково откуда мы можем этот вывод сделать но потому что мы иногда идем вот например я вчера ел камбалу жареную рыбки вот у них у всех мозг начиная самых примитивных рыб настоящих смысле хотя бы хрящевых но типа осетров столь полезных или тех же минок которых мы удачно с пучковым препарировали широко известный ролик у них у всех мозг имеет пятизвенную струк конструкцию спины мозгом она едина то есть конструкционно у всех позвоночных мозг совершенно одинаково там есть переходные формы где выраженность этих структур него не так вида например у ланцетника который такой маленькие животные очень примитивная но если мы сделаем биохимические исследования то там по маркера можем выявить и аналог переднего мозга и аналог промежуточного мозга и так дальше и моторных отделов то есть даже здесь у самого примитивного существа у которого нет выраженных пяти отделов мы можем найти биохимические и физиологические аналоги а начиная с круглородов то есть тех у которых еще челюстей даже нет то есть миноги те самые почему был интерес такой зачем к пучкову приезжал интерес был к тому чтобы им собрать побольше и там по запоковыряться в их мозгах работа идет я думаю что в обозрим будущем там через пару лет выйдет атлас мозга миноги в котором будут прописаны все нервы все периферические кончает очень сложная большая работа и занимается она в самом начале так вот начиная с круглородов и кончать человеком конструкции абсолютно идентичность то есть от самых микро каких-то организмов до огромных не приготавливая организмы без позвоночника отдельная песня то что вы сказали позвоночник от самых маленьких позвоночных начиная ваш ближайший родственник право плавает соседний уже называется головасти вот у него примерно все то же самое что у вас но попроще но зато у него потребности поменьше надо что тоже плюс вот и пятизвенная конструкция есть везде значит чего там есть в этой пятизвенной конструкции все мозги у нас они построены не по законам божьим а для того чтобы выполнять конкретные физиологические функции но например двигать хвостом у кого еще ножек нет а у кого ножки уже есть уже значит конечностями то есть что должно быть в первую очередь двигательно-моторная система даже головастику надо плыть чтобы собрать пищу даже рыбки надо плыть а некоторые рыбки вы знаете плавают на 20 тысяч километров способные ребята с хвосты длинные многие вообще живут в открытом океане то есть двигательно-моторные центры должны быть что перемещаться должны управлять ими надо надо то есть должны быть механизм рецепции значит вот огромная часть мозга то есть спиной мозг переходит в центр управления двигательно-моторная координация куда входит задний продолговатый мозг и мужичок у кого он есть у некоторых он виде тоненькой закладки там как у тех же миног зачем он там сложная координация потом в бок воткнулся и соси изнутри но просто такой настоящий подводный бизнес особенно не надо затрудняться так вот у всех пятизвенные конструкции задние три отдела это переходная часть спинного мозга это двигательно-моторные отделы и сенсомоторные потому что надо знать что ты делаешь как-то вы догадываете чего вы ногой делаете но этот специальный механизм сенсорной информации которая считывает информацию от кожи суставов сухожилий мышц связок дальше двигаемся вперед что там дальше но надо видеть куда плывешь хотя некоторые так сказать предпочитают только ночью ползать из дома но тем не менее глазки зачем-то нужны ну и для тех кто в воде живет нужно воспринимать дистант дистантную информацию как вода колеблется например ну то есть к себе уже совсем подплыли и скоро съедят или еще можно надеяться на лучший исход то есть боковые рецепторы у рыб это органы боковой линии у нас он трансформировался через сложные эволюционные преобразования в слух слуховая система то есть слух и зрение они представлены в среднем мозге у всех животных которых нет коры то есть дом лекопитающих а туда входит много зверей туда входят все рыбки ходе входят все амфибии все рептилии все птицы это гигантская группа то есть намного больше чем лекопитающих вот значит средний мозг стоит там центр кроме этого там много всяких других полезных центров у рептилий это даже ассоциативные области куда сходятся все органы чувства двигательные и сенсу сенсомоторные и слуховые и зрительные и грави рецепторы все что угодно то есть такая надстройка у нас там в нем шесть слоев а у рептилий бывает 17 маленькое отступление для чего необходимо вот эти вот ассоциативные области чтобы вы понимали что делает правая рука что левая координата нужна иначе как вот мячику так поймали вот так вы будете уловить для этого существует например мозолистое тело или комиссур передние то есть нужно координировать и все движения поэтому там у рептилий очень просто у них там от лапу представлена в том же месте куда от глаза приходит проекция ты лапы и слуховая система в поле слуховом которая анализирует это же место представлено в результате лапа это не только сама лапа ее чувствительность не только моторное управление но и а ее и видят ее и слышат понимаете то есть это позволяет интегрировать всю деятельность и по при большей опасности убегать или там при соблазнительной запуске двигаться в направлении то есть вот так это средний мозг то есть мы с вами разобрали спиной мозг это отдельная история значит задний продолговатый с мозжечком это двигательно-моторные и сенсомоторные центры средний мозг состоит как бы из двух основных частей зрительно слуховой или органа боковой линии плюс у дом лекопитающих это центр ассоциативного для известных целей теперь двигаемся еще вперед как-то всем животным надо интегрировать любимое занятие я имею ввиду размножение основная цель любого существа на этой планете покрыть метровым слоем своих потомков эту бедную планету и делаем это мы не покладая лап то есть основная цель выпинриться что привлечь самочку самечика ну и размножиться по возможности ну или хотя бы сделать вид что вы этим занимаетесь увлекательным делом то есть это нейрогормональный центр то есть это промежуточный мозг там средоточены основные центры управления инстинктивно гормональными формами поведения то есть инстинкты они чем хороши тем что увидел ли на ногу и блондинку не надо ни о чем думать возбудился гормоны выброшены промежуточным мозгом пошли возникла эрекция и всякие прочие странности кровоток увеличился сперматозоид сперматозоид зашевелился но и все это уже почти готов то есть получается поведение человека определяется в большинстве своем физиологии ну такое незатейливое точно ну то есть у животных понятно да но у нас тоже самое например эту обезьян очень важно самки когда созревают когда у них бедро и голень удлиняются да самец смотрит ага удлинилась уже молоденькая самочка уже пора ее оплодотворить а у нас как это происходит девушка понимает что хотелось бы чтобы кто-нибудь попытался ее оплодотворить она идет в магазин и покупает лабуты на таких каблуках зачем удлинить голень должно показать что зрелая самочка тоже чуть ждать дальше но и мужики смотрят и вот эта вся машинка работает через промежуточный мозг который есть у всех еще раз повторяю начиная там самых примитивных рыб где находится нейрогормональные центры из этой части мозга отчасти выросла лимбическая система человек который контролирует наше поведение в в рамках вот инстинктивно гормональных форм и этот отдел тоже есть у всех он больше меньше там есть особенности там например там у некоторых животных там у рептилий например наши обычно ящерица который бегает вот вокруг санкт-петербург где еще там земля сохранилась с лесом но там ящерица обычная рыбкой там ящерицы у них на голове есть третий глаз о которыми считают некое там поклонники индуйских реки третий глаз просто он световой светочувствительный элемент который он там изображение строит на свет чувствует но вот он тоже идет нейрогормональную систему и там пожал с помощью этой штуки регулируется суточный ритм и когда солнце становится меньше рептилии начинают почесывая за виртуальным ухом значит пытаться искать где бы зазимовать в наших условиях вот и все но вот вопрос человек же не мыслит вот такими категориями типа о у самочки у девушки квази самочки да удлинилось бедро значит она уже готова там к спариванию человек мыслит иначе там понравилось не понравится какие-то другие категории другие формы лексические как минимум но мы с вами говорим о серьезных о серьезных вещах а науки по сути дела которая превращает вот эту псевдо психологическую лабуду под названием там глубокие чувства любовь лямура прочая всякая ерундистика в реальный физиологический процесс может с вами открываем вскрываем консервную банк все ребята подсели ближе который называется человек устроен там все просто да нельзя но так закончим введение знаете видение это что открываешь любую книжку там написано введение ты сразу начинаешь думать что это камасута нет закончим эту историю введение в конструкцию мозга то есть как бы человек не думал чтобы он себе там не представлял и какими бы красивыми словами типа эмоции чувства свое пошлое желание схватить за филейную часть существо противоположного или своего пола зависимости от уровня извращения за этим скрывается абсолютное скотство успокойтесь в этом отношении от шимпанзе ничем не отличаемся они даже по порядочные иногда бывает ну так вот а что спереди находится спереди находится у нас обонятельный центр то есть мы зрение есть слух есть моторика есть гормональный центр эрекция тоже есть все хорошо значит давайте передвинемся вперед чего там дальше дальше там у нас передний мозг это что такое это тоже центр от некого к скопления шутку за центр это скопление нервных клеток тел нервных клеток отрос который связан с конкретными органами чувств чуть там рамы обонятельная система обонятельная система у нас обоняние много значит и разных то есть у нас есть даже у человека есть половое обоняние основное обоняние еще есть ряд подозрительных органов которые плохо исследованы я даже не буду их называть не морочить людям голову терминальный нулевой нерв который о котором медики не доказывают не догадываются кто существует вот мой 1 части но там надо сказать что медицина это отдельный разговор там уровень пещерности и просто потрясает воображение тем не менее хирургии антибиотики есть уже хорошо ну вот и вот этот передний мозг это обонятельный центр с ним связано несколько тонкостей потому что там основное обоняние она возникла еще у наших первично водных предков то есть у рыбок вот она сложная не могу сказать что простое потому что ну даже простая селедка она же в душе гомосексуально ну как потому что пока селедка стройные как вы и молодая как вы она является самцом а вот когда остается жирный толстый такой но очень аппетитный в пищеварительном смысле она обращается самочку то есть это физиологически прямо инверсия пол да вообще в мире инверсия пола дело за трапезные довольно часто случается поэтому не надо там пугаться наших артистов балета ничего страшного так бывает главное чтобы они стали слишком толстыми то что требует для инверсии пола у животных но но просто когда он надо отожрался самец стал жирным то есть он сможет теперь икринок много накопить он поменяет пол становится поэтому все поедателя трансвеститов я имею вду селедку под черный хлебушек с лучком имейте ввиду чем вы занимаетесь вы можно сказать делайте антигуманные поступки не политкоррект не политкорректные то есть при этом не трансвеститов под водочку это может скоро вызвать какие-то государственные законы политические явления политические явления так вот вот этот передний мозг ну и соответственно поведение меняется понимаете почему об этом говорю значит пока молодой самец он ищет самку и абонентная система работает как у самца а когда это уже самка она как обычно все самки пытаются скрыться от самцов а те пытаются и нагнать и оплодотворить ну понятно от нас не уйдешь раз много вот вот такая примерно система обонятельная но самое ужасное другое то что когда делал достигла рептилийного уровня это отдельная история у меня есть книга на эту тему там она называется возникновение мозга человека есть происхождение мозга две книги посвященных этой теме так или иначе возникла проблема что вот это органа полового обоняния который интегрирует сложное половое поведение им потребовалось это сложное половое поведение как-то обосновывать то есть нужно было связаться со всеми органами чувств со всеми моторными ну знаете там многие же ящерицы даже так занимательно спариваются что это вызывает беспокойство даже у садомитов почему потому что но например тому ящериц это запросто например когда половую орган самца имеет там два таких члена с крючками в обратную сторону но это мечта по моему садомат а у них это норма им главное засунуть и закрепиться иначе может прийти другой тут упускать нельзя то есть очень сложная я к чему веду не к попытке так сказать увеличить культурную ценность неких подходов к спариванию а к тому что у них очень сложно это плюс там хвостом они обвивают там всякие прыгалки танцы там даже рыбы то есть очень сложный форм вы не этой сложной формы поведения требовали интеграции разных органов чувств и разных двигательных систем в мозге и тогда вот этого мироназальная система она оказалась надстройкой то есть в чем фокус и ужас нашего бытия то что наша кора вот эта самая сбора с демизвильными сложилась и выросла из древней системы управления половым объем поведением в омероназальный орган то орган плавого обоняния у нас есть так вот неокортекс наш на самом деле появился как система управления сложным половым поведением еще у рептилий и следы этого виде тоненькой полоски зачатка неокортекса есть и у ящериц и у змеи у крокодилов у всех а у нас эта штука разрослась до невероятного размера превратилась в шестислойную кору сбор с демизвильными в этом весь фокус поэтому все наше поведение пакостное одно все равно фильтруется через половую систему именно поэтому нас мотивации чтобы вы там не устраивали когда основной центр произвольного мышления вашего сознания построен на такой пакости как вспоможествование спариванию вот меня простите то есть если бы я верил в бога я бы сказал что хуже нас бог наказать не мог а все все высокие цели высокие материи так сказать все равно все это через призму а значит у меня высокая материя это какая выпендриться так чтобы покрыть максимально недоступных самок и поехали все вперед с песнями то есть это ужас полнейший то есть хуже человечеством произойти не могло но построить на чем-то хорошим там на кортекс на зрение на слухи ну ладно чертнем на задирание ног там на балете я имею ввиду на двигатель моторных координаций тоже было бы хорошо но построить на мышление на центре управления пипиской это уму непостижимо на его то есть хуже потом и природа не могла произдеваться но в результате появляются такие романы как она корень хорошо но это то что касается непосредственно мозга рептилии а вот и вы говорите что вы занимаетесь эволюцией так сказать каким образом тогда мозг человека эволюционировал можно это как-то проследить да конечно дело в том что мозг человека прослежен очень хорошо проблема заключается в том что антрополухи по-другому их нельзя назвать очень далеки от конструкции мозга но наберут на себя ответственность достаточно нагло но безграмотность она вообще наглая но по сути своей всякие сочинять глупости про мозг на самом деле материалов очень много собрано там десятки находок австралопитеков и а это четыре с половиной миллиона лет назад то есть первые доказанные бипедальные существа на самом деле там есть холантропу сейчас современные много других существ найдено очень подробно летопись все эти поповские сказки о том что у нас нет переходных периодов это знаете во времена превращение обезьяны в бородатого карла маркса надо отнести примерно в те времена все давно найдено подробно очень исследована боковые ветви все давно исследованы мало об этом говорят почему потому что попытки приложить туда молекулярно-генетический анализ покончили закончились фиаско почему ну потому что метод не работает к сожалению сегодняшнему дню технологии слишком убойкая для того чтобы давать объективные данные это отдельный разговор но от этой не нужно потому что на самом деле динамика изменения массы мозга хорошо отслежена за четыре с половиной даже больше где-то за 15 миллионов лет очень подробно детали отклонения варианта все тоже хорошо известны ничего там такого сверх экзотического не было тенденция была одна был как только люди стали бипедальными там был такой период когда мы утратили на животные функции просто почти 10 миллионов лет с моей точки зрения был райский период но то есть наши предки жили где-то восточной африке в мелких полузболоченных тропических местах с водой и питались хорошо морскими беспозвоночными ли там полу при сне пресноводными позвоночные птицы на соответственно них тоже жили они ели яйца птиц фрукт но представьте вы приходите каждый день домой у вас дома плюс 28 отлично у вас бережок у вас вода вы протягиваете руку снимаете фрукты разнообразные зрелые круглый год захотелось вам чего-нибудь такого поаппетит не вы залезаете на небольшую гору или на дерево и собираете птичьи яйца но вы чувствуете что что-то не то потенция там не то вы залезаете воду начинаете собирать икру яйца без позвоночных или икру рыб питается что с вами произойдет ну а первых вы будете вести совершенно здоровый образ жизни к этому варианту нас и призывают но для этого денег на всех не хватает пока поэтому тот тот призывает к этому на этом зарабатывает им хватает здоровый образ жизни вот примерно такой здоровый образ жизни 10 миллионов лет наши предки и вели к чему это привело то а к тому что когда возникла бипедальность уже полного ценное у нас зубная система австралопитек уже была с кариесом но когда зубы как у нас только угол через ночью другой это о чем говорит ну что там четыре с половиной миллиона лет назад в восточной африке там у них что работала бригады поваров китайцев или французов которые делали там чуть не пережеванную пищу это явно что ничего зубами не рвали никаких корешков как придурковатые антропологи об этом говорят они взяли бросили фрукты бросили еду ушли в чисто поле и стали там корешки грызть где следы на погрызание корешков на зубахах нету то есть они выжили в раю настоящим тот сам который вспоминает все религии мира маленькое отступление а вот эта теория про вот эту вот райскую жизнь она откуда она откуда появилась кто доказал что я анализировал материал по мозгу там конструкции совершенно это много деталей но я описываю свою книжку это для интересующихся можно написать потому что другой причины возникновения как бипедальности когда надо было заходить в воду то есть получается так что бипедальность то есть когда человек стал на две ноги грубо говоря ну не человека существо которое жило тогда значит она по и появилась в результате вот этой так сказать фривольной жизни ну конечно надо было заходить и за икрой закуской какая разница так и ходил бы на четырех конечностях почему произойдут же зайти надо а а то чтобы голова осталась на поверьте чем глубже тему тем вкуснее это же известно всегда же лезешь туда где на самую верхушку дерева пока не рухнешь это же известно но вот тяга хорошему и для этого руки нужны как возникла манипуляция с какой пьяной радости если все так было хорошо а вот если вы загоните этого зверя в воду если он-то зашел и там начал шарить искать лапсами вот тут как раз тонкая манипуляция речь чего вы не можете передать любой девушке с которой знакомы да вы молча с ней договоритесь за 15 минут о всем даже о деталях и подробностях неприличностей и вам речь не нужна вы на пальчиках покажите девушку тоже самое догадайтесь за трех раз как неужели вы думаете обезьяны были более сдержанные конечно нет возникает зачем-то речь-то возникла только для одного когда у вас изобилие пищи у вас изобилие чего свободного времени и чем вы начинаете увлекательно заниматься на изучением трудов философов не было философов были только самки вы начинаете изучать сам физиологии анатомии значит на я начинаю в основном спаривание начинает заниматься конкуренции в результате чего у самок исчезли чего сезонные половые циклы они стали готовы всегда это раз большой дальше возникло достаточно изысканное повис сложное поведение социальное потому что надо же успеть оплодотворить что другой не успел да еще обмануть самку соблазнить знаете тут к речь то как хорошо давайте вы там принесли на плече большую ногу там свиньи допустим да видно что вы добытчик и самец знатный но самка не привил к вам интерес а другой пришел и сказал ну завязывайте мне руки ему завязали руки он будет поймал рыбу году одни глаза вот такие но она уплыла у кого доминантность выше конечно тот кто наврал это вы видите каждый день среди людей это происходит кругом и рядом они приходят врут беспощадно а поскольку у приматов у нас особенно у девочек они не различают где слова где дела но еще и в койку вот и все просто есть некая барышня которая не согласна с вами ну нет но с некоторыми приходится повозить я согласен кто музыкой увлекался значит танцами в детстве понятно приходишь девушки приносишь вертак маранц с аудиотехникой на воспроизведение ламповой и говоришь вы не могли бы оценить вот это произведение дальше рассказывать это не надо все очень просто просто маранц дороговато не все могут поступить то есть вот примерно такая история была и наши предки за 10 миллионов лет развратились до такой степени ну чё ну к сайте еда отличная то есть черная икра хлеб с маслом перевожу на русский фрукты экзотически и самки спарились до посинения социальная структура возникла половые циклы у самок исчезли возникла система отношений и признаки речи первое а потом это все весь рай кончился ищите почему при природа погода изменилась похолодала исчезла и вот эта вся орда бездельников тунеядцев и сексуальных маньяков которые были нашими непосредственными предками стала разбегаться потому что надо как-то выживать но большая часть естественно как положено мало приспособленных людей как там например в европе перерост передохло и мы видим очень много большое разнообразие той эпохи бесконечного поливариантности этих конструкций одна часть выжила но они у них не было ничего зубы уже с кариеса все концы ручки слабенькие без когтей которые только могут просишь упрощения там за эти места хватать да и шарить под водой тоже не очень да еще бипедальность почему не вмешалась эволюция не изменила скелет а ничего из меня и не изменяется должно быть причина следственной связи причин то какая но вот погода изменилась и стали адаптироваться кто-то там больше шерсти стал кого-то нет кто-то стал жрать своих родственников такие щелкунчики были это была целая группа огромная которой они миллион лет сохранились которые стали жрать сами каннибалы стали жрать своих же то то есть это отдельные песни у них мозг не увеличил за счет аппарата такой наивные антропологи любят просуждать о том как они крепкие орешки перегрызали крепкие орешки называется обедренные кости смешно даже обсуждать но кто-то из этих не вымер а расселившись нашел другие способы приложения своих сил и самое главное интеллектуально поскольку ничем не ограничено мозг-то специализировался на половых извращениях на изысканных подходах и тут их стали применять для других целей и началась собственно говоря эволюция человека в чистом виде потому что начался искусственный отбор и об этом пишу то есть когда люди стали отбирать тех кто лучше приспособлен до жизни в социальной системе и это привело к увеличению лобных долей которых первоначально сформировались у женщин поскольку всех высших приматов потомки очень долго развиваются и за ними надо заботиться ну там чуть не до 10 лет 10-12 лет шимпанзе заботиться о своем детеныши вот там было то же самое но чем больше самка заботилась тем больше вероятность что ее потомки останутся генетически отбор по сути дела но сам сам ты тоже доставалась халява сэр а раз так то у самцов возникла огромные лобные области тормозного типа а без перевожу на русский язык они тормозят агрессивное поведение позволяют в стае обезьян делиться с не родственниками едой это принципиальный момент с этого началась человеческая эволюция и сейчас мы увидим его последствия некоторые дамочки например начинают худеть худеют до анорексии ну вот хорошо что нет и потом перестают есть и умирают чем еще в чем причина то причина в лобных долях лобные доли тормозные если девушка доходит до 40 там 2 3 килограмм они не позволяют и дальше есть она умирает от голода можно вылечить да конечно и так лечили как называлась психохирургия заводишь скальпелечек через височную косточку клубным областям и так снизу подрезаешь миллиметров на 78 и все девушка начинает спокойно есть мне устанавливают циклы все отлично вылечить можно можно седативными препаратами можно вылечить нет нельзя не все умирает сейчас кстати говоря кого там дети страдают надо иметь ввиду что надо ехать в мексику там это до сих пор разрешено то есть обычная подрезка нижней частей лобной области которые тормозят принятие пищи она вызывает позитивный эффект кстати говоря должен сказать что у женщин на поведение почти не влияет зачем лобную и так хорошо вот поэтому в логе в этом эксперименте как бы медицинском доказывается что именно благодаря дележу с пищей с неродственными особями в больших социальных группах наши предки стали что выживать в условиях изменившейся среды и вот с этого момента и началось чем более интегрированное сообщество тем больше делится пищи чем они более социально адаптированы тем значит соответственно больше шансов выживания и эволюция дальше пошла именно по этому пути то есть по усложнению мозга по усложнению социальных отношений по усложнению с форм поиски пищи всего остального и всего лишь навсего за 4 миллиона лет мы превратились за то что мы превратились это фантастическая скорость ни одно животное нашей планете не проходила эволюционного отбора по мозгу в этом все дело не было у нас если бы в эволюции стали появляться такие когти там еще что-то это мы не успели бы ничего сделать максимум что успели это иду каннибалов здоровой челюсти и все мы просто исчезли с поверхности планет как многие другие то есть получается что эволюция вот если относить ее к человеку это изменение не физиологии тела это изменение его мозга и социальные отношения это является инструмент отбора инструмент отбора то есть тех кто там ну понимаете да если ты принес свиную ногу которым уже упоминали то ты в социальной сажал ее нет сажал ее тихо то на утро уже смотришь тебя самого жарит на вертеле ну это понятно это и называется отбор искусственный а если ты поделился то у тебя шанс проснуться намного больше вдруг завтра опять принесет там про тебе позаботиться ну то есть делиться это хорошо это не бог велел это эволюция поскольку как бы здесь данном случае поступают как последовательные эволюционисты ну то есть когда высшие силы приходят к тебе и говорят что нужно поделиться это вроде как тоже правильно если эти высшие силы не приходят с прямого кишечника твоего собственного то есть если это не облигатный паразит в смысле глист то да я думаю что первую нашу такую беседу мы завершим на сегодня и продолжим в следующий раз на сегодня все до свидания